телеканал крт представляет здравствуйте друзья в эфире снова подкаст и с вами мы ведущие или кто мы на самом деле ведущие и соведущие а кто из нас ведущие пишите в комментариях потому что я лично думаю что Денис думает что он мне кажется Денис много чего о себе думает рассказывает как надо вести себя базар устраивать не устраивать Денис устраивай базар начинаем с новостей пожалуйста модерируй базар этой колесницей юмора да базар простите устроен давно и устроен еще во времена карантина карантина вируса Квентин на карантине в Украине как вы знаете все время начинается вторая волна вот она начинается 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 и все никак оно не начнется то ли не закончится новая волна вот ребят приступ песенного францисма меж 2000х мальчик каких 2000 США человек разумно подошел к карантину и просто решил монетизировать государственные дотации. Мужчина мошенническим путем получил более полутора миллионов долларов, которые должен был потратить на сохранение зарплат рабочим. Но он был настоящим мужчином, поэтому пустил деньги на ночные клубы и предметы роскоши. А почему здесь факт Соединенных Штатов? Я не понял. Потому что здесь нет коррупции, потому что здесь четкое расходование средств, правильное распределение финансов, все замечательно, богоспасаемое государство. Вообще новость как будто с Украины, как будто просто нормальный наш человек правильно, рационально распорядился. Это деньги на что? Это на поддержку, поддержку. Вот его и поддержали. Он поделился с девушками, которые красиво танцуют, и с итальянцами, которые делают хорошие машины. В чем претензия? Со швейцарцами? Денежка туда зашла, сюда, там немножечко кому-то что-то прилипло. Я не понимаю. Его как бы в этом диктаторском государстве считают мошенником, а не человеком, который дает всем почувствовать жизнь. Поддерживать. Другие. Италия пострадала от коронавируса. Швейцария. Ничего не пострадало, там все хорошо. Хьюстон. Вот. Он тратил деньги на девушек в ночных клубах Хьюстона. Всем известна фраза. В Хьюстон у нас проблемы. Если бы ты не сказал, что это штат Техас, и что это вообще Америка, я подумал, что это обычные новости, не знаю... Техас, украинская ночь. Депутата Колумбинской Минской Рады. Ну, что там? Роликс, Ламборгини. Ламборгини, как правильно, Денис? О Ламборгини. О Ламборгини. Я не знаю, как правильно. Когда ты отваливаешь такие деньги, ты можешь назвать, как хочешь. Который, какого-то Ламборгини, кто-то знает, как правильно это слово произносится. Но, действительно, обычная новость у нас бы такое даже, ну, вы знаете, ну... Я думаю, у нас бы их могли бы назвать Ламборгини. Ламборгини. Да, Ламборгини ночи. Боргиня, Ламборгини. Странно, что не сработали их американские шерифы, которые также ходят с оружием и укладывают преступников одним взглядом. Не в постель укладывают, а на асфальт. Нагонила. Нагонила, тустав, шериф, преступники, шерифы спят. Зато в Украине тоже анонсировано появление шерифов. Ребята, вот кто заступится за простых украинцев. Обычных участковых заменят так называемые полицейские громады, которые будут работать по принципу шерифа. Что такое принцип шерифа, никто не понимает. Просто нужно... Я думал, ты объяснишь. Это умные слова и все. Сейчас у нас запускается такая новая форма полицейский офицер громады. И со временем она придет на замену участковым офицерам полиции. Ну что, ребята, заживем? Заживем, конечно же, потому что я лично не то что шерифов... Заживем, я бы сказал бы. Да, схаваем, сидим и будем радоваться, пышататься дальше. Но на самом деле я за шерифов, я за любых вообще людей, которые уносят форму, имеют хоть какую-то власть наводить порядок, потому что я лично ментов простите за выражение вообще не наблюдаю. Я не знаю, вы их видите? Вы их очень много видите. Я помню, когда только реформировалась полиция, тут они везде стояли с ними все селфились и так далее. Когда пришлось работать... Машины ездили постоянно, да, мигающие там... Вообще, я не наблюдаю, я не наблюдаю полицию. Сейчас такое врывается сюда, полиция. У тебя мало полиции, мать моя. Каких тебе реформ не хватает? Каких еще не хватает. Да, но на самом деле, пускай у нас будет шериф, пускай заживем, если они действительно будут, так сказать, и на виду, и их... Может быть, не на виду, но в случае чего они будут выполнять свою работу. Конечно. Не знаю. Я думаю, что рано или поздно кто-то будет здесь работать. А я вот нашел здесь ответ, зачем они создаются. Полицейские громады будут постоянно находиться на территории общины и сотрудничать с ее жителями. При этом финансирование будет ложиться в том числе и на общину. Этот абзац ответил на вашу... Так это секты, что ли? Община какая цыганская, которая торгует наркотиками? Страшный взрыв. О, брат, это был косым. Ребята очень как-то вот негативно относятся к негативным новостям. И я отношусь очень... Странно. А мы должны радоваться. Взорвался Бейрутия бомба. Ох, мы кого-то убили сегодня. Ох, 4 тысячи пострадавших. Уху. Мы должны как-то позитивно, да? Господа, где нам взять хорошие новости, если в мире что-то постоянно происходит? Ну и как вы знаете, вчера в Бейруте, это столица Ливана, взорвалось просто огромное количество... Точнее, 8 литры. И, собственно, в результате взрыва более 100 человек погибло, более 4 тысяч пострадало, и часть города просто вот снесло с лица земли. Ужасающе. Как позитивно отнестись к этой новости, Денис? Ну, по крайней мере, это была не бомба, как заявил Дональд Трамп. Уже хорошо. Очень хорошо. А плюс еще много рыбы всплыло. Еды много. Еды много. Замечательно. Ну, в порталу... Там нашли... Кошмар. Тут как бы... Нашли российский след, Денис. Да. Потому что... Украинские шумолисты найдут российский след везде. Даже вот там на Марс прилетят такие... Я не знаю, насколько подтверждена эта информация, но говорилось о том, что там были два судна бизнесских. Украинских, российского бизнесмена. Да. Почему я показал его в сторону зрителей, я не знаю. Ну, это как бы одним выстрелом... Судна владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. Вот так там устроил протесты. И... Хабаровский террорист просто какой-то. Я не знаю. Не, ну, на самом деле... На самом деле, да. Ситуация ужаснейшая. И почему власти Ливана держали такое большое количество потенциально взрывоопасного вещества, как в районе... И сюда он... Эй, приходит... Там очень часто и настрова есть еще такой... Мне кажется, вот хорошее... Хабиби сюда. Вот. И они пытались, значит, эту дырку чем-то заделать. Начался или начался, как правильно говорит Денис, пожар. Вот. И пожар, пожар, пожар и взрыв. Как-то вот так. Ну, да. Официальная версия это в результате сварочных работ загорелись какие-то легковоспламеняющиеся жидкости. И потом уже селитра под воздействием температуры просто... А почему они проводились, если это взрывоопасно? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Потому что, ребята, необходимо учить языки. И если там написано «дэнджа», то это не означает, что варить здесь. Это не дангер. Это не дангер какой-нибудь. Ну, в любом случае мы... Мы сочувствуем. Сочувствуем и надеемся, что те, кто пострадал, те, кто получил уравление, им скорейшего выздоровления. Надеемся, что в государство вернется мир, порядок, покой. Улицы будут убраны и компенсации будут получены. Да, здание выживательное. Желаем мира этому государству. Пожелаем мира. Мира и соблюдение техники безопасности. Потому что техника безопасности и правила техники безопасности обычно написаны кровью. Написаны кровью других людей, но если их не соблюдать, то будут написаны кровью вашей или кровью окружающих. Поэтому внимательно на дороге, внимательно на работе. И если что-то нельзя делать, то, пожалуйста, не делайте. А я напоминаю, что в регламенте каждого выпуска подкаста Денис делает обращение. В прошлый раз он делал обращение официально президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня к гражданам и к вашей совести. В принципе, Денис на самом деле каждый раз вызывает к совести. В Польше задержаны 6 украинцев-организаторов крупного подпольного производства сигарет. Вот так вот наши дорогие едут в Польшу, создают очереди на границу в Польшу. А когда приезжают в Польшу, такие, а что тут сигареты дорогие в Европе? Надо делать и продавать. А почему бы и нет? Подсолнух перетрусили, бумажку закрутили, продали. 2 евро получили. Ну так это хорошо. Это люди, во-первых, бизнесмены, во-вторых, они помогают. Слушайте, что это за подход? Вот это капитализм, вот это вот дорожание. Люди хотят нормально себя медленно убить. Давай себе. И не тратить большие деньги. И наши настоящие, хорошие, умные граждане Украины. Креативные. Креативные, да, да. Потому что это же не так себе взял перенес, что-то придумай, спрятай в какое-то отверстие, где у тебя это не найдут. И ты это перевозишь. И мы же знаем, что в Голландии и в других развитых государствах принят закон о эвтаназии. Это своеобразная медленная эвтаназия, не за большие деньги. Я считаю, это очень гуманно. Поэтому какие могут быть претензии? Никаких. Никаких. Тем более, я считаю, что работать легально украинцам, ну как бы... Себя не уважать, да? Себя не уважать. Я же повторю, мы все сегодня как цыгане, поэтому они находят какие-то лазейки. Хромалин. Они спевают там, эй, мы лесовые черты, там лесовые черты, какие-то, знаете, да? О, все. Извините, вы не смотрели, да, это видео? Посмотрите, пожалуйста. Давай, поехали. Я же говорю, что люди креативили всегда особенности в некоторых... Особенности сейчас и особенности Гончаренко вместе с особенно Вятровичем или Ветровичем. Или мне плевать, какая у него фамилия. Мне плевать, какая у него фамилия. Я знаю его суть. А суть он и в песок, да. Если вы уже взяли курс, то такие как Вятрович должны... Ну, он еще очень интеллигентно выглядит. Мне кажется, следующий должен быть какой-нибудь... Вот Карась, допустим, министр культуры. Евгений Лосось. Дмитрий Лещ. Да, с Жекой Карасем тогда точно будут звонить в министерство культуры, а он будет говорить... Смотрите, зато перепресс населения украинца легко будет сделать. Он просто внесет всех на миротворец. Да, 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 это же на самом деле, да. Это будет украинская социальная сеть, которую как раз хотели создать. Постально там называлась... Как это украиня, я уже не помню, как они назывались. В общем, хотели... Украинцы, украинян. Украинян и так далее. Зачем есть социальная сеть? А почему это ты вот так кривишься, когда говоришь украинян? Вот так, вот так. Что это значит? Потому что або Украина, украинцы, або нияк. Починати навчальный день в школах та дитячих садочках зиспаливания шин задля патриотичного выхования. Именно так называется петиция на сайте президента Украины. Ее, правда, подписало достаточно мало людей, но петиция очень свежая, буквально вчерашняя. 23 депутата партии «Свобода»? Нет, нет, нет. Здесь вот в аннотации... Это элемент троллинга, я так понимаю. В аннотации к петиции написано, что... Киевским городским советом. Интересно слушать на русском языке, то мы можем переводить на русский язык с помощью нашего замечательного Василия. Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый навчальный день гимном Украины. Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый учебный день гимном Украины. Считаю это хорошим стартом для повышения патриотизма среди молодежи. Но если государство хочет воспитывать граждан, которые ценят европейские ценности, разделяют и вдохновляются идеями Майдана, «Нужно на законодательном уровне утвердить, чтобы каждый учебный день начинался со сожжения автомобильной шины, зимней или летней, непринципиально. Как символа борьбы за европейские ценности. Иначе мы, как государство, рисуем воспитать поколение, для которого кастрюля... Это, видишь, кухонная посуда. Это не шлем гордого украинского патриота, который защищал европейские ценности в результате и в ходе революции достоинства. Слава Украине, героям слава. Что могу сказать? Денис, помимо обращений, делает еще и такие стартапы креативные моменты. Он создаёт петиции, их озвучивает. Но на самом деле отличная идея. Я считаю, шины надо сжигать. И причем даже не снимая с автомобиля. Вот новость из Нового Орлеана, из Луизианы. Там ребятишек, которые играются с пистолетиками, решили мотивировать отказаться от пистолетов и от огнестрельного оружия, которое они используют в молодежи. И трубач решил раздавать трубы в обмен на оружие. Тот самый трубач. Голубая луна, да, который пел? Надеюсь, не тот. Я сейчас спалил немножко свой возраст. Самый малый смалый. Начать свою акцию он решил после того, как прямо у его дома был убит 9-летний мальчик. Мужчина специально связался с полицией, договорился с ней, чтобы те не пытались арестовать или задавать детям, которые к нему придут, какие-либо вопросы. Ну, на самом деле, очень неплохая тенденция. И было бы хорошо, если бы такие же акции были запущены в Украине. Потому что у нас что ни мальчик, то с гранатой, с пистолетом или еще с чем-то смертоубийственным. Вопрос. Вот давай представим, то есть, поиграем в такую игру. Так. Вот у тебя пистолет, а ты живешь в плохом районе. Так. Появляется чудак и говорит, дай мне свой пистолет, я тебе дам трубу. Чтобы ты спокойно вечером проходил через своих товарищей. А зачем, если можно убить того, кто тебе... застрелить того, кто... Вот, вот. У тебя будет и пистолет, и труба. Стреляй и дуди. Вот поэтому Украина находится... Выстрелил, сообщил сразу. Вот. Боевой клич. Именно поэтому Украина находится там, где она находится. Даль, я... А чтобы мы могли предложить... Вот давайте перенесем на нашу землю этот вопрос. Вот есть... А я перенесу... Многое количество атошников. Что мы им можем предложить такого, чтобы они поменяли, допустим, гранатомет, гранату, пистолет, АК-47 на что-то? Что? Два руба и клапты к земле. Ну, это вот юморно, а в реальности... В реальности. Реабилитация. И интересное трудоустройство, чтобы люди раскрывались, чтобы люди чувствовали себя на работе. Приглашаем вас на канал Карты. Да. Но не с пистолетом и... Другими прибавлями. Не, вы приносите, просто оставляйте здесь и... Да, лучше поработать дистанционно. Кстати, о перенесести в наши реалии. Я перенес 10 лет назад эти реалии... Эти реалии в наши реалии. И когда я был немножко с аналистом, Денис, немножко сразу говорю, не надо мне на другую версию миротворца вводить сразу, значит, мы... Аналист? Я был... Да. Я не знаю, откуда я знаю, но я читал о том, что... Вот, короче, что я хотел сказать. Человек пил пиво, или девушка пила какую-то банку, там, ягуары, там, условно говоря, и так далее, и мы предлагали им конфеты. Ну, то есть, шоколадку, вот. Вот, вы нам это, мы это выливали, отдавали человеку, вот, девушке давали покушать шоколад. И надо сказать, что далеко не все соглашались. Поэтому, будут ли соглашаться люди отдать свой ствол на трубу, очень сомневаюсь. Если даже и девушки не всегда соглашались на шоколадку. Ну и следующая новость, которую мы хотим обсудить сегодня. Да, она связана с алкоголем. О! Актер Михаил Ефремов, который обвиняется в смертельном ДТП. Напомним, что он несколько месяцев назад, будучи в состоянии... Алкогольного, скорее всего, наркотического. Да, возможно, и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу движения, врезался в встречную машину, водитель которой погиб. Так вот, Ефремов, над которым сейчас начался суд, заявил, что он свою вину не признает. Я ничего не помню. Нет, не признаю, заявил актер в Пресненском суде Москвы. Действительно, противил. Аргумент какой? Не хочет сидеть. Хорошо. Свободен! Так, наверное, это работает? Наверное, как-то так. Самый гуманный суд. Но давайте подумаем. Мы помним, как это произошло, потому что эта, конечно, информация разлетелась абсолютно по всем социальным сетям. Мы видели Ефремова, который шатался в невменяемом абсолютно состоянии, который пытался договориться, который рассказывал, что у него денег много, что он все решит, вылечит, но человек, к сожалению, умер. Сейчас они позиционируют себя как жертв. И если, допустим, когда-то были такие ситуации, что человек говорил на суде, мне наркотики подбросили, то здесь вообще говорится о том, что его подбросили, самого Ефремова в машину туда подбросили. Кто был за рулем, неизвестно. Я, не я. Тачка не моя. Тачка не моя, да. А я заберу, пожалуй, хлеб у Дениса и скажу о том, что навеяли у меня тоже ассоциации по поводу этого узбекского террориста, которому не смогли избрать меру пресечения, потому что он сказал, я не понимаю украинский язык. Объявлен технический, если можно его так назвать, перерыв в судебном заседании. Собственно, поэтому и не избрали меру пресечения. К журналистам вышел представитель прокуратуры, который рассказал о причинах такого решения. Говорит, Сукроб Каримов требует, чтобы все процессуальные документы подготовили на русском языке. Говорит, украинского не понимает, а потом не может самостоятельно подготовить свою защиту. Предлагаю, в следующий раз, учитывая то, что он узбек, я думаю, в следующий раз, пускай, что на узбекском скажет, что я не понимаю русского. Да, кстати, это вариант. Потом, когда ему скажут, потом на узбекский, когда переведут, он скажет, что вообще в школе не учился, он не может воспринимать документы, потому что он умеет читать. У нас есть продвижение по, как его называют, донбасскому кейсу. Кто это так называет? В Минскую подгруппу офис президента. Офис президента, он за донбасский кейс. Порошенко называл это всесвитную вину, русскую, ведвичную, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Донбасский кейс. Донбасский кейс. Была администрация президента, стало офис президента. Офис президента. Так вот, в трехстороннюю контактную группу включили Витольда Фокина, первый премьер-министр, который был еще при Кравчуке. Тогда они не очень сработались, хотя были до этого близки. Нужно сказать, что он уже мужчина достаточно пожилой, ему 87 лет. Тем не менее. Тем не менее, он пишет стихи, переводит Пушкина. На украинский язык. На украинский язык. Да, еж. Закончил горный факультет и сам долгое время работал в шахтах. То есть, у него есть вполне понятная риторика. Он считает эту войну несправедливой. Конфликт, развязанный с Западом и постмайданной властью. Ну, то есть, современным украинским политикам он не очень нравится. Да, здесь можно, конечно, зачитать то, как он переводил. Давай я сам попробую. Я вас любил, а коханья еще, возможно, читай. Крайлукоморья дуб зелений, ланцюг на ньому золотий. Щодень круг дуба кит учений, ступает в наши вартовые. Да, мавка это... Мавка нагиляков. Да, США поддерживают Украину, пока она воюет с РФ. В Европе принято называть таких ястребами. Этими кровожадными птичками 4 года назад удалось спровоцировать вооруженное сопротивление попытками проучить 5-миллионный индустриальный Донбасс. Только за желание его жителей говорить народным языком. Насколько лет он себе... Это его цитата. Это его цитата, да. Боюсь... Боюсь просто. Все, что я вам могу сказать. Если США поддерживают Украину, только пока она воюет с Российской Федерацией, оказывает финансовую, материально-техническую помощь, моральную поддержку. Если только наступит мир, интерес к Украине пропадет, уверен Фокин. Нет, я не думаю, не пропадет. Я с ним полностью не согласен. Потому что если установится в Украине мир, то, значит, надо работать над тем, чтобы вернулась обратно война. Так он же об этом и говорил. Да? Эль. Логика. Нет, ну получается, да. Я полностью с ним согласен. Удивительно. Удивительно. Мне никогда не нравился Кушкин сейчас. Из бывших политиков, ну знаете, как-то получалось все время таким образом, что политики, которые там... Ну вот можем взять Юрия Луценко, который с красным прапором, Дэйв, там такой коммунист был. Можем даже поднять определенные статьи, интервью, которые он давал по поводу Бандеры и прочее. Да, он был совершенно против. Да, и какой-то другой человек. И потом какие-то такие метаморфозы сильнейшие происходили. А как он бил немцев по пьяни на 9 мая? Да, да, он хер майор и в бой. За дедушку, за Ленина потом снесем его через несколько лет по всему Киеву. Но суть в том, что удивительно, что человек, пройдя весь вот этот вот период времени, у него, видимо, настолько сильно были заложены определенные... Было заложено определенное мировоззрение, что он его до сих пор придерживается. А вот я в связи с этим очень удивлен, что он попал в эту контактную группу, потому что люди с таким мировоззрением, мне кажется, им не очень сильно там и рады, и не очень сильно им будут помогать. И почтенный возраст, зная определенный контингент, почтенный возраст не будет аргументом к тому, чтобы на этого человека не нападали всякие слабо воспитанные... Слабоговорящие, невнятно, да, ради чего, как говорит Кацаба. А вот ради чего высказываются. Уже высказываются, я очень кратко скажу про Луценко. И вообще, на самом деле, я думаю, не стоит винить Луценко, что раньше говорил одно, потом другое. В принципе, это тренд, это норма для украинской политики. Мне кажется, на пенсии украинские политики должны просто сидеть и постоянно перебывать обувь. То есть, что они научились лучше всего за свою жизнь, это переобуваться. Это уже Сергей Гармаш, который состоит в трехсторонней контактной группе. Очень так вот высказался нехорошо про Витольда Павловича, сказал, что он там смотрит телевизор, каналы Медведчука и, собственно, он там несет что-то не то. Наверное, каналы Гармаши он должен был смотреть. Да, да, нужно было смотреть каналы, которые разжигают ненависть. Смотреть каналы Гармаша и фильмы Сенцова, я считаю. Да, конечно же. Вот някий телеграм-канал Останний Блокпост, который вообще отличается очень такими радикальными взглядами, написал «Та сама гнида, про яку мы неодноразово писали. Публикуемо прямую мову Витольда Фокина, яку Зеленский и Кравчук хотят призначити в ТКГ у Минску». Я, как Леонид Макаровича та речь Фокина, упевнений, что досягнули миру, возможно, когда мы поднимемся один в одному в очи. «Треба ехать на Донбас и запрошивать людей с судью. Я особисто, как бы мне таки запропонували, погодился бы и с группой фаховцев и политиков поехал бы на оккупованную территорию, поговорить с людьми, зрозуметь их позицию, попробовать найти возможность пойти им на встречу. При этом Останний Блокпост пишет, что эта влада остаточно втратила разум». Останний Блокпост, почему он Останний? Это он... что-что? Он мне название паблика. Он, кто ходит под нацкорпусом и очень сочувствует нацкорпусу Белецкому. И, собственно... Мы все им сочувствуем, надеемся, что со временем у них все наладится. Я очень надеюсь, что Останний Блокпост будет пожизненным министром. Придет человек, который это бешенство перенесет в стадо свиней, и эти свиньи прыгнут с обрыва. Если вы знаете, а это была ссылка на пятую главу от Луки Библии. Реки Закарпатья попали в мусорный апокалипсис. Бытовые мусорные отходы огромными кучами располагаются поперек русла рек и останавливают течение воды. Реки Закарпатья замусорены отходами, огромная куча отходов, перекрывают мосты. И поток воды иногда даже разрушает эти самые мосты. Вот спасатели вывезли 110 кубометров отходов, и в основном это пластиковые бутылки. Ну а что, что плохого? Вот смотри, пластиковые бутылки. Знаешь, сколько у нас людей, извини меня, тонет. А так ты такой, ой, ну потом хоп схватился за бутылочки и поплыл себе нормально. Ну да, сколько бутылок в Закарпатье? В Румынию. От закарпатцев. Ты думаешь? Да. Или от отдыхающих? Проблема в том, что у некоторых, минутка биологии, у некоторых приматов не включаются биологические инстинкты по уборке за собой мусора. Дело в том, что когда наши предки жили на деревьях, они вот то, что кушали, бросали на землю. А я напоминаю, что предки Дениса жили на деревьях? Да, как и предки большинства людей на этой планете. Кроме тех, кто прошел, вот тогда мы ели. Когда наши далекие-далекие предки жили на деревьях, они бросали мусор и не заботились о том, чтобы убирать его за собой. Ибо съел банан и кинул? Да, когда люди переместились уже там, предки переместились на землю и стали прото-людьми, они по-прежнему так себя и вели, и там пришли, устроили... Прото-людьми, прото-человек. Кочевье устроили, забили какого-то мамонта, съели его, обглодали, здесь же бросили кости. Все начало вонять, испражнения самих людей, шкуры, гнилое мясо. Ушли в другое место. Ушли в другое место. И так каждый раз, качуя, они оставляли за собой огромные мусорные кучи, которые находят палеонтологи и разбираются, что жили на речке кучи, а кучи, а кучи сделали люди. Да, умер солист этой группы уже давно. Денис у нас отвечает за позитивные новости всегда, как вы заметили. Я как... Веселые расстрелы, радостные смерти. Так вот, некоторые наши сограждане до сих пор находятся вот в таком обезьяненном состоянии, когда просто мусор выбрасывают из окна, из окна автомобиля, с балкона бычок. И выбросил, вместо того, чтобы сложить его и выбросить в урну. Дорогие друзья, вот слушайтесь в слова Дениса, скидывайте... Мусор в мусорные баки. Несмотря на то, что это очень сложно, это надо, конечно, на себя. Ему сверить и нигде, а Акташ говорит, так же в комментариях. Если вы смотрите на YouTube-канале КРТ, то Денису очень нравится, Денису очень страдает, точнее, наоборот, когда вы пишете о том, что у нас базар-вокзал, и он приходит и говорит, друзья, надо что-то делать, срочно. Он просто забегает сюда, в эту студию. С последнего перрона нашего базар-вокзала уезжает. Он забегает, говорит, юмора нет, базар-вокзал, все плохо, ужасно. Мы друг друга перебиваем. Мы перебиваем друг друга. Мы не перебиваем, нет, на самом деле мы не перебиваем. Если я перебил, то что вечером с друзьями взял, как перебил немножко, и вообще, базар-вокзал, 3 рубля, и наша передача подходит к концу. Я думаю, что пришло время сказать друг другу, не прощая, до свидания. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте хорошие комментарии, плохие комментарии, забирайте с собой. И приносите Денису. И пускай все будет у вас хорошо и у нас желательно. Парам-парам-пам! Пам!